Очень хорошей подсказкой, где размещать те или иные пионы, будет отсылка к месту роста их диких сородичей. То есть, если это будет пион тонколистый, по сути, наш степной пион, это будет значить, что это полное солнце, в идеале с какими-то каменистыми вкраплениями в грунт. Это вообще оптимальный вариант. И в таких условиях он будет совершенно шикарно себя чувствовать. Если это будет, допустим, пион крымский, к примеру, или кавказский, они растут, как правило, в таком прозрачном подлеске. То есть, какая-то тень там попадает, но там действительно очень светло. Хорошо освещенное это что значит? Это значит, что да, какое-то время может какое-то дерево затенять, но большую часть дня все-таки растение находится под открытым солнцем. Конечно, все будет зависеть еще в каком регионе. Если это север Украины, то тут, конечно, можно и больше солнца добавить. Если это юг, то тут, естественно, они будут спокойно относиться даже к небольшому затенению, потому что летом просто нам очень жарко на открытом солнце. Как правило, сорта с белыми или нежно-розовыми цветками, и это касается каких-то гибридов, вот лимонные, зеленые, то есть, грубо говоря, холодные оттенки, да, светлые и холодные оттенки, они гораздо лучше реагируют на затенение, чем на расположение на палящем солнце, потому что на палящем солнце такие цветки раскрываются, все отлично, но они очень быстро отцветают, оплавляются и теряют внешний вид. Зато в полутени они совершенно шикарно, великолепно себя чувствуют. С другой стороны, насыщенные, да, травянистые пионы, как правило, насыщенные, там, розовые, даже белые, но, скажем так, набитые цветки, они великолепно себя чувствуют на полном солнце, и как раз в тени у них есть вероятность, что цветочных почек заложится меньше, и они не будут так обильно цвести, как нам хотелось бы. Древовидные пионы не очень хорошо реагируют на сквозняки, причем древовидные пионы это те растения, которые могут расти на одном месте 100, 200, 300, 500, по-моему, 600 лет, самый старый древовидный пион, который есть в китайском монастыре. Это говорит о чем? О том, что при правильно подобранном месте вы получаете очень долговечное растение. Что значит правильное место для древовидного пиона? Это должно быть хорошо освещенное, можно с небольшим затенением. Когда есть легкое затенение, тогда цветки держатся дольше, хорошо дольше, до двух недель. И если нет сквозняка, то такие растения устойчивее, меньше поражаются грибными бактериальными заболеваниями, и, соответственно, вы получаете очень долговечные кусты. В большинстве случаев вы можете спокойно в один цветник сажать травянистые гибриды разных сортов, и, как правило, не беспокоиться, что произойдет переопыление. Переопыление может произойти, если у вас есть видовые пионы разных форм. То есть, к примеру, пион тонколистный красный, пион тонколистный розовый. Вот там вероятность переопыления очень большая, и те, кто выращивают такие пионы, как правило, стараются их располагать достаточно далеко друг от друга, чтобы переопыления не было. Или, наоборот, специально располагают близко в надежде получить новые сорта. Но для большинства травянистых пионов это скорее исключение, чем правило. Оптимальное время для посадки пионов это осень. Осень, ну, начиная с сентября, в октябре, грунт у нас прогрет и начинает потихонечку охлаждаться. И это как раз та оптимальная температура, которая способствует развитию корней. Если получилось так, что вы купили корневище весной, да, там в мае, допустим, сажать уже действительно опасно, да, есть вероятность, что ничего у нас не вырастет до осени и не получится, то лучше, скажем так, положить в торф или во влажные опилки вниз холодильника и передержать до осени. И посадить уже, собственно, осень. А не исключение составляют растения контейнерные, то есть те, которые у нас уже начали появляться в различных магазинах, начиная там вплоть до того, что с февраля, выгоночные растения. Корневая система у них хорошо развита, она находится в контейнере, поэтому, в принципе, такие растения вы можете сажать практически круглый год. Что касается пересадок или деления. Идеальный вариант, когда листья у пионов у нас либо начали желтеть, либо пожелтели. Пожелтели, почернели, то есть это говорит о том, что отток всего, что они насинтезировали за весь год, он уже практически произошел и, по большому счету, корням у листьев уже взять нечего. После этого мы можем смело эти листья обрезать и тогда мы выкапываем, собственно, наш куст, выкапываем корни, отмываем их, смотрим, где у нас какие почки и можем это корневище разделить. Конечно, оптимальный вариант, чтобы цветочных почек было 3-5, не больше. Потому что, как правило, если есть перекос в сторону цветочных почек, то есть мало корней и очень много почек, есть вероятность, что корневая система, опять-таки, не справится. Когда очень много корней и мало почек, тогда мы все равно нам придется ждать год, а то два, пока, собственно, растения сформируют эти цветочные почки. Поэтому оптимальные деленки это 2-3 полноценно развитых корни и 3-5 почек. После того, как вы выкопали это корневище, обязательно нужно осмотреть его на предмет гнили и на предмет старых корней. Старые корни достаточно хорошо видны, они неплотные, часто трухлявые, и вот это как раз все нужно удалить. И тут есть два варианта развития событий. Либо вы их просто оставляете на сутки подсушиться, либо есть вариант, когда вы срезы можете обработать либо активированным углем, некоторые обрабатывают даже корицей, но только настоящей корицей. Либо есть вариант фундазолом. Фундазол в этом плане, он где-то работает лучше, но у него есть такая достаточно неприятная особенность. Это хороший фунгицид, но после обработки им очень многие грибы становятся устойчивыми и к нему, и к другим фунгицидам тоже. Поэтому фундазол мы применяем только в случае крайней необходимости, когда у нас какая-то сложная, мокрая гниль. Мы видим, что у нас корневища не просто старые, мы убрали участки, все сухо и хорошо, а именно какие-то мокнущие гнили, когда нам нужно, ну реально мы можем потерять это растение. Тогда действительно мы берем фундазол. Во всех остальных случаях нам может помочь либо простой кислород воздуха, который тоже отличный фунгицид, но просто надо сутки подождать, либо активированный уголь. И после этого мы можем снова приступить к посадкам по тем правилам, о которых мы говорили раньше. Но помните, что древовидный пион не очень любит пересадки, мягко говоря, совсем не любит. Поэтому вот в плане выбора места для него нужно подойти с максимальной ответственностью. То есть если древинистый пион мы без проблем пересадим, то чем старше пион древовидный, тем тяжелее он вообще относится к пересадкам, вплоть до того, что он может пересадку не перенести. Субтитры создавал DimaTorzok